2 лодки 1 вот и 2 вот там вдалеке короче так нормально и вот мы стали на якоринг 15 до 20 метров держак просто шикарный все теперь мы говорим стромболе аривидерчик задача номер раз у нас проблема я вам уже говорил с риггингом сила духа железные точный расчет короче вот тут есть две лодки 1 вот и 2 вот там вдалеке короче мы сейчас разменемся с 1 а потом будем смотреть где 2 еще с ними встретимся со всеми стромболе все выше стромболе все куча стромболе подходит под самые тучи а вот наши друзья на лодке и мы сейчас к ним идем и встречаемся мы в море наконец швартовые готовы фендеры готовы сейчас мы будем в море швартоваться alongside мы готовы будем это сделать по левому борту а он готовится принимать нас по правому борту вот лодка идет спереди вы я думаю видите в море все очень мелкая поэтому она может быть видно плохо нам тоже плохо видно а тут до нее небольшое расстояние короче мы подходим вот лодочка мы сейчас не будем швартоваться и носовой на нос здорово здорова 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 они попали давай еще раз Смотрите, сколько у них кранцев. Подожди, подожди, сейчас, стой, не кидай. Смотрите, сколько у них кранцев. Слушай, Сереж, надо еще кранцев, мне кажется, навязать высоко. Смотрите, сколько у них кранцев. Я так сейчас сделаю, чтоб даю, я боюсь. Тарас, вот сюда, ладно? Прям так повыше, ага. Вуаля! Абордаж и на миддалов новое! Здорово! Привет! Здорова! Привет! Я Женя, это Денис. Здравствуйте! Тарас. Очень приятно. Привет! Так нормально. Денис. Катя. Там Наташа и Олеся. Это Умка. Умка. Дина, ну вы уже познакомились, нет? Ну что, давайте заостановку в бутылку вина хотя бы выпьем. Залезать к нам. Сейчас мы свою принесем. У нас есть. И вот как раз мы только что отчалили. Ребята, они пошли своим путем, пошли в Шилу, там где мы стояли. Стромболи. Вот там они находятся. А мы идем на Стромболи, который все ближе, ближе и ближе. Еще ближе к Стромболи, еще ближе, но еще чуть-чуть. Между прочим, до Стромболи сейчас 10 миль. И он уже так сильно выглядит, массивно. То есть его видно за 30 миль, потому что очень высокая гора, больше километра, по-моему. Вот. А высокие острова видно очень издалека. И вот с Тромболи мы к нему идем, 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 идем. Он уже все ближе, ближе, ближе. Но когда мы подойдем вообще близко, то он, конечно, будет выглядеть массивно. И уже будет непонятно, что это остров. Поэтому пока можно наслаждаться. Это его восточная сторона. И мы идем на северную сторону. Там вот видно мачты торчат. Вот мы туда сейчас и направляемся. И, естественно, прогуляемся по вот этому маленькому городку. Это, наверное, деревня. Вообще прикольно, конечно, жить в деревне, которая стоит прямо на вулкане. Его можно там засыхать. Помню, такое странное мероприятие. Вот этот якорь. Тут лодки стоят на буях. И вот мы встали на якоринг. 15 до 20 метров. Держак просто шикарный. Зарылись так, что просто вообще с места не двигаемся. Правда, здесь достаточно нормальный трафик. Он ездит всякие непонятные люди. С мерендой. А вот лодочка. Это тоже Бенетошка. Тоже 45-я. Тоже под флагом Доминики. Тоже частная. И называется Симба. Поэтому привет, Симба. Привет, Симба. А? Да, название крутое. И, собственно, вот якоринг. Тут мы теперь и стоим. Ого, какие волны. Мощные. 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 Вау. Это красиво. Красиво. Роджер. Роджер. Ого. Роджер. Ха-ха-ха. Слава там собирает все веревки. Эти усы. Миры. А мы разворачиваемся и идем вокруг стромболи. Вокруг этого красивого острова, который не дал нам насладиться тем, что он плюется посмотрим именно на сторону с которой это все течет и идем дальше на лепарские острова до следующего острова нам 96 все прошли городок и сейчас вы видите вот там на углу стоит буй он показывает то что с той стороны вулкана опасно могут лететь камни и прочее и где-то килограмм где-то милевая зона желательно острову не подходить так что мы пройдем туда дальше вау вот это то что мы ждали вчера он настойчиво не хотел это нам показывать за такой ровная ровная выровняла камушками как пыхнул он когда пыхнул из него полетели камни во все стороны крутяк они по-моему на другую сторону улетели там она в ту сторону камни прям так лишь бы сюда не прилетели надо это все теперь мы говорим стромболе аривидерчи бай-бай али бубай как говорят на пике и прочее 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 прекрасная гора которая нам вчера не дала насладиться ее этим пыхтением но ничего страшного следующий раз может быть когда-нибудь в италию мы еще попадем а пока нас тут ли парские острова мы идем до следующей точки 93 мили на идем мы на остров который называется утика и после него поднимаемся на обе если мы померяем расстояние до обе она у нас отсюда двести восемьдесят шесть миль а отсюда будет и того меньше поэтому поэтому мы еще успеем походить по этим маленьким островом а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лепарские стола Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глубина 2,5 километра Глубина 2,5 километра Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, можно сказать, стали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстане Уборка веревок на закате Уборка веревок на закате Уборка веревок на закате Около интертеймента Надеюсь, что мы дойдем не с утра, а все-таки хотя бы среди ночи Среди ночи нам уже привычно бросать якорь Но как-то показывать я вообще понятия не имею Поэтому будем Если будет цвет, конечно, что покажу, но вряд ли Сегодня Тарас рулитель И вип У меня такой Пей-пей Вот, а с ветром нам Можно сказать Днем повезло, он развернулся так, как нам нужно Я думаю, что вы это уже видели По треку вы уже тоже видели Прошли мы, нам нужно было пройти 150 миль, из которых Мы уже прошли почти 200 миль Просто вверх, вниз, как угодно Но просто чтобы По ветру приблизиться к тому Месту, которое нам нужно И вот он Вот он Скоро будем подходить Единственное, что я переживаю Вы видите, откуда идет свелл То есть волны находят с севера А у этого острова С севера бухта То есть я не знаю, как мы будем стоять Может быть Вот этот свелл он пока есть Но он изменится, потому что Ветер меняется и будет идти оттуда Есть шанс, что просто волны погасятся Это произойдет сегодня Поэтому я надеюсь, что У нас получится там встать Если нет, придется искать другое место А этого крайне не хотелось Вот мы и прибыли Только тут темно Ничего не видно Но мы бросили якорь Сейчас будем заполнять бортовой журнал А все остальное я вам уже покажу завтра Как здесь все выглядит Мы еще и сами не знаем Потому что мы пришли Как по компьютерной игрушке Мы опять на пляже Как вы видите Петляли, петляли И выпетлили Но здесь снаружи делать совершенно нечего Мористого совсем Нам до Порто Чиро осталось 52 мили Вот так вот выглядит море Вообще абсолютно гладкое Вдалеке уже виднеется очертания берегов Даже видно там чуть впереди Это уже Сардиния Море вот такое На удивление вообще гладкое-гладкое Мы идем под Порусами Поруса чуть-чуть надуты Потому что ветерок есть Вот он Вот оттуда дует Там паруса надувают Но мы все равно идем под мотором Потому что Вариантов у нас на самом деле немного Заходим Заходим в углы по каналу Наши роты рают на Буи И вот народ на СЮП пересекает канал Они тут так газанули Что я честно говоря не был уверен Что они пройдут Что они такие начали перемещаться А потом как начал грести веслом И так прямо перед нами прошел Героический поступок На СЮП переплыть Когда здесь такой трафик сильный Ну он очень сильный Но все равно лодки ходят постоянно Он драйдокий Скорее всего тут мы будем выниматься сегодня Карго разгружают Очень много инфраструктуры связанной с загрузками и разгрузками По бокам фермы на которых наверное растут устрицы Не знаю что то короче здесь растут Но я уверен что это фермы И мы идем прямо Вот слева марина для больших лодок И вот мы где то вот в этом участке И будем искать себе место Вот и подошел у нас очередной Яп очередной переход к концу И вот первый человек Который радостно пытается покинуть эту лодку Ну что Мучу грасиас Мучисимо Мучисимо Везу на берег Ну что Мучислим Мучислим Муч putting задача номер раз у нас проблема я вам уже говорил с ригингом то есть нам нужно натянуть ванты и для того чтобы это сделать нам как это на ту сторону на этой будет держать и она тоже назад вынесено да короче эти рагули не мощные вот что могут два нормальных человека сделать которые питаются не только рисом раскрутить талрепы которые не могли раскрутить не в кении не в израиле никто не египте раскрутить слабаки немощно сила духа нервы железные точный расчет точно расчета эти скажи тут было не очень много но логик мы портнули короче работает у нас на форсте фурнинге лопнул такой вещь короче кронштейн не кронштейн который держит трубки вместе я его сейчас сниму не для этого мне нужно скинуть стаксель открыть скинуть стаксель и еще я хочу померять скрутку фурлера для того чтобы купить сейчас будем сжечь болты не выкручиваются вообще поэтому снимаем карус и начинаем газовой горелкой греть болты это вообще моя любимая процедура сейчас и какая-то задница потому что все закисает и невозможно открутить вот именно эту часть выше по штагу все нормально а тут просто кошмар так это и вот и вот и хорошенечко нагреваем берем такую штуку выливаем и повторяем это еще разок а 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